Друзья, всем привет! Позади меня ЖК Озерный 2. Это ЖК Озерный 1, адрес Петрозаводская 32, здесь детская площадка, там остановка общественный транспорт, пятерочка, вернее не пятерочка, а магнит и собственно аптека. В общем все что нужно есть, давайте посмотрим несколько квартир и из этого видео вы поймете, что можно сейчас купить в квартирниках с ремонтом, с вот таким нормальным классным ремонтом, свежим. Никто не жил, специально квартиры делались, готовились на продажу и поймете ситуация по рынку. Ром, какой подъезд? Помогать мне будет в этом Роман, мы в кадр не будем, показывайте. Здесь пандус, очень удобно. Смотрим. Заходим, смотрим, приятный ремонт. Заходим, слева у нас санузел, вот так выполнен, очень чистенько, аккуратненько, в светлых тонах. Мне нравится вообще такой стиль, мне нравится, что все так лаконично, симпатично. Магнитные доводчики на дверях. Это зона кухни, так называемая зона кухни-гостиной. Кухоньку уже сами поставите, направлены светильники, натяжной потолок. Здесь у нас место, еще одно спальное место, потому что здесь комната, она отдельная вот здесь, да, то есть со своим окошком, со своей световой зоной. Приятно, очень приятно. Вот, и здесь обычно ставится как-то там кушеточка, либо кресло раскладное спальное, либо софа, вот, либо здесь, для того, чтобы как бы зонировать и сделать дополнительное спальное место. Вот. Квартира, повторю, 40 метров, 9 этаж, 10 миллионов рублей. Вот, свежий ремонт, выполнен. Большой балкон хороший, где-то, наверное, 2,5 метра по площади. Вот так. Очень приятное окружение, в том плане, что этаж высокий, здесь, по сути, уже ничего не закрывает глазу. Там море видно чуть-чуть, но это ладно. Здесь очень приятная зелень с левой стороны, вот тут. Это панорамно горы, здесь смотрится очень классно, красиво. Ну, и, собственно, все то, что вы любите, здесь есть. Это статус квартиры, проходит все ипотеки, маткапиталы, любые прочие жилищные сертификаты. Также большая парковка, детская площадка, остановка, школа рядышком. Ну, в принципе, здесь пешком ходят даже, даже без служебки некоторые пешком ходят в школу, а это гораздо ближе. Единственный минус, здесь пробка на Гастелло, но которую все умные люди, все местные объезжают через верх, через православную. Поэтому здесь, в принципе, это даже и не минус, по большому счету. Так, ну, что еще рассказать, что еще рассказать. В принципе, по этой квартире у меня все. Вот, идем смотреть следующую квартиру. Единственное, забыл сказать про отопление. Здесь у нас электрический теплый пол, на который постелен классный корейский ламинат, хороший, хорошего качества, прям приятный. Первый датчик, второй датчик на пол здесь и на санузел здесь. Вот, на два дома здесь в комплексе, озерный первый, озерный второй, сделаны, получается, две тпшки. Вот, то есть, здесь электричество, вот так. Ну, что, теперь смотрим вторую. Ну, что, вторая квартира, это 134-я квартира в этом же подъезде на восьмом этаже, на этаж ниже. Интересная планировка, у меня клиенты любили эту планировку, когда заходили сюда на самом начальном этапе. В чем смысл, расскажу. Смотрите, у нее имеется скос такой, да, но это не недостаток, а скорее преимущество. Во-первых, здесь очень классно планируется кладовочка. Здесь санузел у нас, вот, пожалуйста, красивый, классный санузел. Очень стильный, блин, обожаю вообще такой минимализм, да, стекло и такая мозаика вообще классная. Подсветочка. Тик. Как он? Так что? СССР. Вот. Все двери с магнитными замками, очень удобно. Что у нас здесь дальше? Казалось бы, маленькая квартирка, но грамотно распланирована дизайнером. Смотрите, здесь у нас кухня-гостиная, то есть там становится кухня, телевизор, здесь спальное место. Здесь небольшая комнатка для ребенка, ну, чтобы спать, отдельно может было закрыться. Мам, не заходи, пожалуйста. Понимаете, да? Вот. Здесь тоже классная лампочка стоит, вот, и небольшую кроватку можно поставить, или диванчик. Вот, и, пожалуйста, можно наблюдать отсюда, как люди играют в футбол, там, эй, привет. Серега, там, Волось, привет, выходи. И, вот, так, ну, а здесь, собственно, балкон, с которого вы можете позвать своего сына или дочку с детской площадкой. Балкон приятный, где-то 2,5 метра примерно. Вот, детская площадочка небольшая. Вот она, да? Здесь спортивная площадка хорошая. Повторю, здесь остановка общественного транспорта. Вот она прям за домом, грубо говоря, да? Вот, здесь большая парковка, вот. А здесь будет 4 частных домика, поэтому не обращайте внимания. И, и что у нас тут? Тут у нас озеро, база отдыха и элитный коттеджный поселок Корнель Вилош. Собственно, там 53-я школа и 53-й детский сад. Детский сад поближе, метров 500, наверное, и школа где-то километр, может быть, там, километр 200 отсюда. Вот, можно пешком, в принципе, ходить. Для всех, кто реально хотел недвижимость в Сочи, в ипотеку, там, да, именно с квартирным статусом, как вы любите, это, по сути, ну, ну, вот это рынок, пожалуйста. Что в Сочи, что здесь, ценник плюс-минус одинаковый, разницы абсолютно никакой нет. Здесь единственный плюс, что близость к Красной Поляне, близость к аэропорту, близость к Олимпарку, к лучшим пляжам, к спортивным комплексам, фишт, не фишт, там, и так далее. Вот, из Сочи, конечно, вы не доберетесь до сюда. Что еще хотел сказать. Если вас интересует, сколько такие квартиры стоят без ремонта, то я вам скажу так. Примерно, а, я не сказал, сколько стоят. 8,5 миллионов. 30 квадратных метров, 8,5 миллионов. Если вас интересует, сколько стоят такие квартиры без ремонта, в качестве примера могу привести жилой комплекс Гастелло, который находится здесь, рядышком, на улице Дачной. Между ними, там, 500 метров, может быть, максимум. Вот, и по ценнику, там, где-то 7 миллионов рублей. То есть, 7 миллионов, и у вас тоже 30 квадратных метров, но здесь уже выполнен ремонт. Чтобы не заморачиваться с ремонтом, да, чтобы не заморачиваться с, вот, со всеми этими нюансами, можете рассмотреть. Везде стоят инверторы, то есть, тихие кондиционеры, очень тихие, очень удобные дымофоны. Теплый пол также, пожалуйста, здесь и в самузле, пожалуйста. Оп, включили, поехали. Ну, вот, ну, можно выключить, собственно, так же. Повторюсь, 30 квадратных метров, 8,5 миллионов рублей. Это реальная рынка, друзья, вы либо покупаете это, либо не покупаете ничего. Других вариантов по квартирникам, в принципе, нет. Обзор в следующую квартиру я предлагаю, на счастье, самой двери из входной. То есть, смотрите, очень классная, дорогая, очень тяжелая, приятная входная дверь. Бордер, замки, очень приятная. Квартира номер 100, 40 квадратных метров, 10 миллионов 600 тысяч рублей. В квартире есть все, что нужно для проживания. Давайте начнем обзор с санузла. Санузел, ну, как видите, в светлых тонах, и вся квартира в светлых тонах выполнена. Все очень приятное, такое дорогое. Вся техника хорошая. Здесь и арестон, пожалуйста, тебе и LG. Душевой кабины нет, просто так выложено, скажем так, поддон выложим. И поставлена хорошая сантехника, смесителя. Так, здесь у нас большой шкаф для одежды, пожалуйста, который можно использовать как для хранения вещей. В общем, для всего, что захотите. Как говорил Лени Пух, это очень полезный горшочек, в него можно положить все, что угодно. Здесь так же. Смотрите, большая кухня-гостиная, так, по-простому, я бы сказал, зал. Здесь есть все, уже техника встроена, кухня, все-все-все есть, все, как говорится, работает, открывается, закрывается. Посудомоечная машина, это духовой шкаф, это, я не знаю, второй, что духовой шкаф. Ну, в общем, домохозяйки и те, кто разбирается в этом, поправьте меня, если что, индукционная плита. Вытяжка, что тут еще, блюмовская вся фурнитура, пожалуйста, очень приятная. Вот, обеденный стол, который раскладывается, он такой, как бы, в большой трансформируется. Ну, если кто знает, сейчас покажу. Вот он трансформируется в большой стол, очень хороший такой жжик и разъезжается. Вот такой вот диван, диван очень приятный, я от себя скажу, что сидел, какой он классный. Вот сейчас, когда садишься и вставать с него вообще не хочется, реально. И он раскладывается в большой двуспальный диван, как бы такая, диван-кровать. Вот здесь перегородочка есть, вот она. То есть, если кто-то захотел там поспать или еще что-нибудь сделать, можно совершенно спокойно задвинуть и, пожалуйста, вот, хоп, и никому не мешать. Понимаете, очень удобно. Шумоизоляция сразу лучше станет. И просто такая, знаете, визуально вы как бы разделили квартиру на две зоны. Вот там у нас кровать с матраса. Матрас хороший, кстати, очень приятный. Я так иру, как будто здесь жив. Ну, я примерял. Примерял. Здесь у нас небольшой балкончик. Приятный вид такой на коттеджный поселок. Коронель, на первую очередь. Вот. Все очень замечательно. Тихо, спокойно. Здесь все горы панорамно видно. Вот они. Ну и, собственно, тишина, покой, уют. Все, что вы любите. Можно посидеть. Как говорится, отдохнуть. Это место под телевизор. Как вы поняли, здесь был телевизор. Просто его предыдущие жильцы забрали. Они купили себе квартиру побольше. Сто квадратных метров. Ну, захотели. Делали все для себя. Очень состоятельные люди. Здесь все очень дорого. Краны там по 25 тысячам и так далее. Ну, то есть, все на лачах, на самом деле. Здесь даже этот телевизор. Этот холодильник. Что-то в районе 200 тысяч стоит. Вот такой вот. Ну, стильно, да. Что говорить? Стильно, красиво, приятно. Везде теплые полы. В общем, все как надо. Пожалуйста, и в санузле, и в коридоре. Все есть. Повторюсь. 40 квадратных метров, 10 миллионов 600 тысяч рублей. Ну, что, друзья. Теперь на этом точно все. С вами был Павел Мороза Сочи. Всем хорошего дня, замечательного настроения. Побольше денег и здоровья вам и вашим близким. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok